Вот уже более 20 лет, во время летних каникул, при храме Казанской иконы Божией Матери в селе Моруха работает детский лагерь, которым руководит настоятель храма иеромонах Александр Емельянов. Правда найти этот лагерь бывает непросто. Каждый год дети уезжают на 10 дней в Морухское ущелье, которое славится своей красотой. Проезжаем 32 километра по ущелью и мы на месте. Здесь на фоне завораживающих пейзажей ребята живут очень насыщенной жизнью. Тут тебе и занятия спортом, и соревнования, и плавание на дубных лодках, и походы. Вот и в день нашего приезда большая часть ребят ушла на покорение соседней вершины. В этом лагере я уже третий год. Здесь мне очень нравится. Это как будто другой мир, совершенно другой мир, где нет интернета, телефонов, где только активные игры, походы. Здесь очень много всего интересного, особенно когда приезжает вечерка. Это культурный центр, который проводит невероятные различные мастер-классы. Мы танцуем, поем, очень интересные игры, тоже забавы. Очень много всего интересного. Мне здесь очень нравится, что здесь, не знаю даже, здесь очень хорошо, уютно, необычно, никак дома. В палатках тоже необычно тут быть. И мне очень нравится этот лагерь, что мы ходим в походы всегда. В походы они сложные, но очень там красиво ходить. Мы ходим и на водопады, и в пещеру даже ходили, и на горы всякие поднимаемся. В общем, здесь очень хорошо, и мне очень нравится. На следующий год приедете? Да. Таких, как эти девчонки, в лагере большинство. Побывав здесь один раз, дети приезжают в Муруху снова и снова. Отсутствие привычных удобств их нисколько не смущает, наоборот, даже нравится. Умоешься утром ледяной водой прямо из речки, и хорошее настроение обеспечено на весь день. Дождик идет, ничего, он тоже когда-то закончится. Зато вечером так приятно посидеть с друзьями у костра. Тысячи лет война, война без особых причин. Пойда телом молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля. Через страны не цветы и трава, через пьяна снова жива. В этом палаточном лагере проходит настоящую школу жизни. Находят верных друзей. Уверен Тихон Чигирев из Кисловодска. Ему 17 лет. Он будущий автомеханик. Шесть лет назад приехал в Макушское ущелье с щуплым мальчишкой. Сейчас настоящий богатырь. Во многом благодаря наставлению батюшки и жизни на свежем воздухе, считает Тихона. Первый раз мне предложили знакомые. До этого мне еще рассказывали про этот лагерь. Решил попробовать съездить. Первое впечатление не такое. Слабенькое было, молодое еще было. Потом следующий год приехал, уже начало нравиться. То есть, поначалу, когда люди не знают, друг друга стесняются, а потом потихонечку, потихонечку получается взаимопомощка, взаимовыручка. Люди начинают друг другу помогать, дружим, общаемся. Ну, а такой условий-то нету, таких привычных? Меня это никак не напрягает, абсолютно. Мне то, что я приезжаю сюда, отдыхаю. Тут природа, тут воздух, тут дети, общение в первую очередь. Тут более такое слаженное братское, дружеское отношение. Один что-то делает, другой ему пойдет, помогает на встречу. Кого-то можешь научить, там, дрова рубить, кто-то человек не умеет, поймем там. Ну, много чего. А чему вы научились в этом лагере? Я научился общаться с людьми, находить общий язык с ними. Раздевать какие-либо трудности без мамы и без папы, научиться выживать самому. Костер разводить. Костер разводить, да. Много чего. И это одна из целей программы, по которой работает летний лагерь отца Александра. Она так и называется – школа русского культурного выживания. Правда, сам настоятель вкладывает ее содержание в несколько иной смысл. После Советского Союза действительно страна совсем обездушена. Все потеряно, все утрачено. И поэтому хотелось именно хотя бы, чтобы у детей, у кого возможно, чтобы у них легче путь был к Богу. Чтобы они не виляли, не ходили какими-то неверными тропами, путями. Вот, собственно говоря, вот это больше мотивация. То, что у меня не получалось в детстве, не удавалось. Вот мне вот это захотелось, чтобы было у них. Православный христианин, в первую очередь, это образ жизни. Это не только то вероисповедание, но в первую очередь образ жизни, образ мышления. У нас есть строгий распорядок. Мы встаем на утреннюю молитву, мы молимся перед едой и после еды. Нам читают День святых отцов. И в целом тут культивируется тот образ, в котором должны жить православные люди. Как должна себя вести православная девушка. Как себя должен вести православный христианин-мужчина. Какие обязательства он на себя должен брать. И это, мне кажется, дает возможность те традиционные ценности, которые может в современном мире тяжело сохранить. Мы их стараемся культивировать и сохранять. Доброта и милосердие, сострадание и помощь близкому своему. Одна из главных составляющих этого необычного православного лагеря. В начале 2000-х здесь отдыхали дети из Чечни. Тогда в республике шли боевые действия. Сейчас мирным небом и тишиной наслаждаются воспитанники коррекционной школы для слабослышащих детей из Луганской народной республики. Они здесь не первый раз. Весь год ждут встречи со старыми друзьями. Дни, проведенные с ними на лоне природы, делают чудеса. Приехала Пиворад. Мне сильно понравилось. Там красивая природа, там всякие горы. И еще познакомились с хорошими друзьями. Еще мы на речке купали. Холодная вода была. Ну, чистая вода. Приятно ехать в то место, где тебя ждут. А нас здесь не просто приглашают, а еще и ждут. Отцу Александру огромнейшее спасибо. Вот такая вот такая вот такая благодарность от всех наших, от всей Луганской республики. Почему? Потому что, знаете, ну сейчас очень мало людей, которые творят добро. К сожалению, к большому сожалению. А так хочется, нам его всем не хватает. Добро нужно вот всем людям. Вот поверьте. Это вот до слез, вот до слез. А отец Александр, он всегда нас встречает. Всегда он нас рад видеть. Вы знаете, сколько он нам, он много-много раз он нам помогал. И помогал, понимаете как, вот от всего-всего сердца. Вот не просто, что вот помощь, да ладно, там, на тебе вам что. Нет, вот он помогает, и он беспокоится о наших детях. Поэтому спасибо, спасибо ему большое, отцу Александру, от всех нас. И от детей, и от взрослых, и от всей нашей республики. Спасибо, большой поклон. Программа-то называется у нас «Школа русского культурного выживания». Вот так. Ну уже и духовного. Потому что, ну, как бы видим, что общество, к сожалению, сейчас, хотя и нет запретов, да, на веру, на религиозность, но и общество как-то все равно остывшее. Ну, получается, знаете, как здесь. Такой интересный симбиоз летнего отдыха, походы, тут соревнования, всякие развлечения, ну, и одновременные беседы и лекции. Конечно, на духовную тему, на тему семьи и брака тоже. Потому что это чрезвычайно актуальная тема сейчас, потому что, ну, потому что семья разваливается сейчас. А почему разваливается? Потому что элементарное невежество. Люди вообще не знают, что такое семья. Недавно мы читали, я выборочно читал поэму Пушкина Евгений Онегин. И оттуда уже брал сюжет для, так сказать, построения лекции о семье и браке, о верности. А как различать вот эти вот вещи, как любовь и влюбленность, да, вот, на примере Онегина, на примере Татьяны. Так, чтобы они хотя бы, ну, и приобщались одновременно к своей великой культуре русской, вот, но и не делали ошибок. За душевные беседы с батюшкой, вечерние посиделки у костра – одна из главных привлекательностей отдыха в Морухе, уверен выпускник Тверского госуниверситета Михаил Данильченко. Потому и приезжают сюда люди из самых разных регионов нашей необъятной родины – Старопольского края, Краснодара, Ростова-на-Дону и даже Санкт-Петербурга. Здесь находят ответы на главные вопросы жизни, настоящих друзей и даже свою половинку. Я езжу сюда с 13 лет, я наблюдал, как этот лагерь развивался и рос, в первую очередь, потому что это все было сначала очень маленьким и региональным, но дошло до того момента, когда здесь ребята с разных регионов нашей страны, также с новых регионов нашей страны, с Донецка, с Луганска. И в первую очередь, мне кажется, в этом лагере то, что заставляет меня возвращаться сюда каждый год, сначала как, так сказать, ребенка. В прошлом году я был уже вожатым, в этом году у меня не совсем получилось. Я приехал хотя бы на один день повидать моих детей, которые были у меня в отряде в прошлом году. И в первую очередь, то, что заставляет возвращаться, я думаю, это тот дух, который царит у нас в коллективе, потому что это не просто лагерь, это православный форум и то, как мы тут взаимодействуем. Мне кажется, это такие здоровые отношения, которых нет в обычных, может быть, лагерях, поэтому мы сюда возвращаемся. Мы тут находим друзей, мы тут находим людей, с которыми мы общаемся на протяжении, там, уже с некоторыми, там, 10 лет. Некоторые нашли свое счастье здесь. У нас есть такие примеры, как мальчики и девочки познакомились, и потом уже, когда стали старше, вышли замуж. Жизнь в палаточном лагере построена просто. Мужчины занимаются физическим трудом, а женщины хлопочут на кухне. Ребята любуются видами правосданной природы Северного Кавказа, а заодно познают глубины православной культуры. Совсем скоро очередная смена в летнем лагере подойдет к концу. Но эти дни, проведенные наедине с природой, надолго останутся самыми добрыми и светлыми воспоминаниями для ребят, которые побывали в Марухе. Редактор субтитров А.Семкин